Субтитры сделал DimaTorzok Факт сам по себе. Ну выжил. Перо только менял несколько раз. А так в основном он даже не течет никогда. Он как мне, как брат. А что за фирма? А? Молоток. Молоток. Можно заметить, что некоторые места все такие крашены и перекрашены. Это из-за того, что их расписывают все снова и снова. Я вообще не удивлюсь, если сам Тлен уже не раз здесь рисовал. Центр города не такой уж и большой, и некоторые маршруты уже давно избиты. Поэтому кое-какие будки уже стали родными. Короче, вот сколько времени у Тлена тратится на одного персонажа. Ну это учитывая то, что он рисует просто маркером. Субтитры сделал DimaTorzok К этому это идет наш предыдущий скетчбук. Мне хотелось усложнить вот этого персонажа, потому что он был каким-то слишком простым. То есть запоминался, меня даже потом узнавали. То есть, а, это ты, который вот это вот делает. Но мне он не понравился, потому что он был слишком простым. То есть на тот момент это было окей, но я шел дальше. Мне нужно было развиваться. Это прошлый скетчбук как раз. Вот Тлен, первые теги Тлена были такие. Может кто-то даже видел. Вот. Я тут рисовал всяких более сложных персонажей. Ну да, это видно. Сейчас. Я найду. Вот типа таких. Такие вот рисунки были. Такие. Так прикольно. Это вот те стикеры. Я не знаю, что это. Вот. Обманываю. Вот, кстати, граффити увлекался давно. Какие-то буквы даже старался делать. Э, блин. Видишь он, да? Следит за нами, ну. Это не наш. Никаких костей. Это не наш. Не, я его сложил просто, вот когда перекладывал. Это тонкий. Да. О, 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 блядь. Ты че, чувак, блядь, ебать. Тебе просто дорога, я не знаю, в мультипликаторы, дизайнеры. Вот, впервые такой нос появляется, короче. Гуммэн стикер, если что сюда добавить, шутка. Вот, и где-то здесь был, короче, ну, всегда какие-то носы, неправильную форму, очень привлекали. Потому что я какое-то время, ну, занимался классическим рисунком, и какое-то все-таки базовое образование есть. Ща, я найду, блядь, когда, где это было. Пиздец, чувак, тут своего скетчбука можно такое охуенное делать. Вот, вот, это один из первых, вот, типа, вот тоже сережка. Крест, курение, там, не знаю, какое-то злое выражение лица, лысая голова. Постоянно рисовал, короче, персонажей, и поэтому вот как раз-таки очень сильно раздражают люди, которые вот сделали скетч и сразу несутся его печатать. Для тебя это, конечно, хорошо, они тебе деньгу заплатят. Нет, мне не нравится тоже такой подход. Вот, но просто, типа, один скетч, и вот сразу его печатать, и потом дальше не развивать эту тему. Ребята, вот все, кто, типа, сейчас печатает стикеры, вы задумайтесь, будете ли вы это делать. Просто, ну, у меня такой подход к этому, что вот надо вот прям все прочувствовать, понять, к чему ты, что ты будешь развивать, к чему у тебя лежит душа, что ты умеешь делать. Вот, потом продумать это, а потом уже куярить стикеры, и там, печать, не печать уже от желания зависит. Видите, даже такой момент, как просто выбрать своего Керрика, может занять довольно много времени. Тут еще дело в том, что если ты планируешь рисовать его на улице, то желательно, чтобы он был, ну, не таким сложным исполненным. И вот тиражирование своего образа, это чуть ли не самый главный аспект стрит-арта. По крайней мере, тех течений, в которых я на данный момент нахожусь. Я хоть знаю, кто это делает прикольно, отвечаю вам. Мне желтенько. Ну, я вообще тебе красненько делал. Ну, давай. На. Мне желтенько нравится. Вот, а тебе еще, я помню, что ты любишь всякие приколы. У меня есть такой. Ооо, со стеклом, типа? Это не стекло, но, типа, пластик. Блин, я в подвале повешу, чувак. Основная тема такая, что, короче, баф везде, но ты можешь сделать тленок где хочешь. Хочешь у тебя на стене большого, хочешь у друга на лице, хочешь на какой-то стене. И тлен, типа, всегда с тобой. Бля, заебись. Просто тут все, что не готово еще или не до конца готово лежит. А здесь вот то, что у меня можно купить. Кстати, ребята, пользуюсь случаем, с мастикой не купили. Замечательный, идейный холстик. В единственном экземпляре, конечно. Да сколько отдаешь? Стикеры в единственном экземпляре. 1700, смотри. 1700 всего лишь? Да, это накладная. Вы что, с ума сошли? Надо брать. Чувак станет известным. Продадите за три. Там просто пиздежа будет. Много. Запомните, это мое несчастливое место. Чем, бля, делать хотя бы? Хромом, наверное. У каждого из нас в архиве есть парочку отснятых вылазок, которые ждут своего часа. Ладно, будет нормально. Некоторые у меня до сих пор под вопросом, выкладывать их или нет. Там ничего сверхъестественного, просто приятная прогулка. Со стрит-артом, разумеется. Ах, вот что здесь никто не рисует. Здесь вот... Здесь пропасти, ебаная. Да и хром. Если вам нравится такой формат, то прошу, просто дайте мне знать об этом. Пока. Лайк и комментарий по этому поводу, это лучшее, что вы можете сделать для меня. Хотя по просмотрам и так понятно, что движуха лучше заходит, чем банальный крафт у себя в подвале. Очень интересно, что вы думаете по этому поводу. Напишите от себя пару строк, мне действительно это важно. Бля, я камеру забыл включить. Или не забыл? Не забыл. Еееее! Откуда вы прибыли, скажите? Израна. С планеты не беру. Ебать, она тяжелая. Бумен сделал подгон для новых крафтовых стикеров. Если тоже хотите наклеечек, то ссылка в описании. Каждый себе что-нибудь да подберет. Так, опа, это экшельчик. Бланков положил, наверное, не очень много, но положил. Пачку точно накладывал. А это то, что вы недавно сделали? Космический жемчуг, ребята. Скоро сборный тираж. С тачкой, с тачкой, помнишь, была какая-то? Да, надо, надо. Опа! Каждый день я тегиваю. Подгон от Артем Овера. Я тегиваю, тегиваю. Опа! Слушай, ну тебе надолго хватит. Хотя я не знаю твой темп, конечно. Ну, я вот всю прошлую партию, она какая большая была по меркам этой. Блядь, раз в десять меньше. Ну, короче, я за три дня захуярил где-то. Опа! Соли! А, это боль. Мне очень бесит, когда люди делают что-то на картоне и типа пишут, что это холст на продажу. Типа, блядь, ну это не холст. Я уже заебался, ребята. Эквонт, бой. Ну, я клеял. О, да? Это, наверное, клеял... А, это фасоль клеял или тимул. У них есть. Малюска. Хочешь... Блядь. Опять та же самая история. Блядь. Ну-ка, ну-ка, получится. Блядь, все. Хочешь тебе такое делать? Мишельчик? Не, не хочу. 4 года назад бы тебя поймали. Мы-то бы не знали про что с тобой делать. Типа, они такие, блядь, ты рисуешь? Тебе сколько лет, блядь? 25, ты долбоёб нахуй, что ты вообще делаешь? Чем по жизни, блядь, занимаешься? Помусолили и отпустили тебя нахуй. Ну, типа, в большинстве случаев. А щас это всё, блядь. Вандализм, статья нахуй, вот это. У меня знакомых приняли, блядь. На подсосе на каком-то немного. Знакомых, блядь, за стикеры приняли, блядь. Представляешь? Пиздец. Да эти стикеры нахуй. Ну да, конечно. Она такая элегантная, никто и не подумает. Кожа натуральная. Ого. Я там, конечно, всякого инструмента. Ножи, блядь, болторезы нахуй. Ну, ты почти угадал. Да, это что для кофты какой-то? Нет, это для выбивания на камни. Я же сейчас наркплей делаю камень. Наркплей? Отставил, потом тегнул. Не, а вот так выглядит прикольно. Ну, вот это прикольно. Дай мне такую. Кто? Буманчик розовый. А вот сейчас начинается самое интересное. Пришло время достать банки. Некрасно. Повесить парочку флопов прямо в центре столицы. Кстати, а где банка? А, банка Изика снаружи. Ну, пока еще не начали. Помните, в прошлом ролике мы замутили такой интересный интерактив с закладкой. Короче, отбой. Можете не подрываться. Там уже давно все отыскали. Пацаны сработали очень оперативно. Причем в тот же день. Буквально на 10 минут кто-нибудь раньше придет. И все, мы без них. Ебать! Мы их нашли! Блять! Блять! Сколько нам понадобилось, чтобы найти это место, блять? 20 минут, не считая 10, что... 15 там, 15. 15 минут. Ой, Володька! Бабать! Да, самое интересное, я тебе сейчас тогда говорю, тот, кто хотя бы более-менее рисует в Москве, закупаясь баллончиками, знает это место сразу, блять. Когда в Тимарке, блять, а тут закупаясь очень часто. Мы попали в видос. Мы попали в видос, блять! Да! Ееееееее! Стикеры стикерами, но захотелось немножко пощекотать нервишки. Сейчас Лён будет показывать, как он умеет в граффити бомбе. Потому что, если чё, блять, я не с вами. Ха-ха-ха-ха! Чикари идут! Чикаридзе! Если они курить, наверное, будут, кстати, хулиганы. Ух ты! Прыгал! Кто ты, блять? А с виду не скажешь, что прыгаешь такой. Блять, так, нахуй. Палкой, блять. Сломал мне стикер-палку, блять, Володя. Смотрите, да. Бля, а я чёрный цвет забыл. Представляешь? Контур сделай красный. Я могу красный с белым сделать? Да, давай. Хотя здесь стена белая. Он едет, блять. Агент. Сложно даже представить, какой по счёту раз он рисует этого чувачка. Движение уже настолько точное, что он и с закрытыми глазами поспокоен его за... Да я уверен. Именно из-за того, что бомбинг подразумевает под собой быстрое нанесение изображения, это является причиной более примитивного и небрежного финала. Те же самые художники могут показать абсолютно другой результат, если у них было бы побольше времени. Но тут уже кому как больше нравится. Раскудрявый, тлён кудрявый, лист резной. Этот стекир вырезали мы с тобой. Тлён кудрявый, да тлён зелёный, да тлён их шельный и смешной. Спора о том, насколько эстетически это вписывается в городское пространство, давайте отложим в сторонку. Лично мне кажется, бомбинг вообще не об этом. Здесь в приоритете места и количество твоих отметок по всему городу. Типа, насколько у тебя широко получилось расфорситься в этом сезоне. Так как, думаю, ни для кого не секрет, что рано или поздно такой откровенно наглый кусок всё равно ждёт всепоглощающий баф. Это бесконечный цикл, и походу это никому не надоест. Надо, значит надо. Вот они, вот они. Хулиганы. Некоторые фасадные защитные покрытия уже настолько сильно пропитаны краской, что просто превратились в отдельные стены. Вот на них рисовать абсолютно безвредно. Но всё равно администрация считает, что это безусловно портит внешний вид города и требуется в очередной раз всё закрасить. Я не собираюсь оценивать, насколько это правильно или неправильно. Скажу лишь одно. Если подобные уличные течения живут настолько долго, и в них уже довольно давно присутствует преемственность, ну типа приходят новые люди, уходят старые. И вот пока это остаётся интересным, то тут ничего не сделаешь. Придётся тут запастись краской. И причём это относится к обеим сторонам данного, с позволения сказать, противостояния. Кули тут, блядь, слой говна и пыли уже, блядь. И ты такой, знаешь, типа, снимаешь стикеры, на экспертизу отправляет. 850 лет Москве она. А вот она не держится. Она вон её, конечно, надклеивает. Не знаю, будет ли у вас возможность такое себе приобрести, но, ребят, замёточники. Замёточники – это то, что сохраняет все ваши замётки. Замёточник. 22-й год. А где их можно будет взять? У меня? Напишите мне. В коллабе с Шурой Мишурой ручная работа. Единственное, кроме вот здесь печати. И вот через страничку печать. Всё остальное – ручная работа. Можно посмотреть? У меня слева идёт. Сколько стоит? 700. Бумажка достаточно плотная. 5 штук, да? Ну, у меня 5 осталось, да. Было 13. Никуда ещё не выкладываю. А тут физика. Что хочу сказать. Стрит-арт-вылазки – это всегда весело и интересно. Я надеял так, будто я спонсор. Вы не просто шляетесь по улицам, а как будто у вас есть одна общая цель. Может, конечно, показаться, что весьма сомнительно, да и похуй. Главное, братцы, ни о чём не думать. Весело и ладно! Весело и ладно! Весело и ладно! Весело и ладно! Ура! 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 Ура!